Когда-то талантливейшая русская актриса Фаина Георгиевна Раневская На вопрос, почему она так часто меняла театр и ответила Искала святое искусство И по ее собственному признанию нашла его в Третьяковской галерее У каждого народа, у каждой нации, а по сути и у каждого из нас Есть особое следоточие творческого духа Храмы того самого святого искусства Их стены веками стоят незыблемо Их залы хранят неизведанные тайны А глаза их обитателей уже не одно столетие неизменно тревожат душу И мы отзываемся сердцем Вдруг проникаемся неожиданным чувством духовной сопричастности Сострадаем, восторгаемся, негодуем Такова сила подлинного искусства Музей Живая ткань эпох Что ищем мы в них Что находим Что уносим с собой Мы, сегодняшние В нашу будничную И такую далекую от совершенства Повседневность Давно я не был в Тричаковской галерее Тричаковка – это национальное достояние Достояние мировой культуры Но не только Это достояние любого, кто захочет его обрести Так просто, когда нет времени Или чем-то человек озабочен Не стоит ходить в такие музеи Это же храм, где запечатлена духовная жизнь людей Этот человек – человек не Он никогда не считал себя важной персоной Не суетился, расталкивая локтями соратников и коллег Стремлении прорваться из пыльной тени за кулисье К сияющей рампе Не интриговал, не шел по головам Не гнул прямую спину Перед властями придержащими За квартиры, машины и дачи Он скромно вошел в историю Еще советского театра и кино Вошел и остался в этом неоднозначном Сценическом мире Как неотъемлемая часть нашего высокого представления О настоящем художнике-творце О настоящем театре Виктор Николаевич Сергачев Артист, режиссер, мастер И просто человек Самоуглубленный, ищущий Открытый новым идеям И предельно внимательный к другим людям Что такое вообще актер? У него есть некий дар Через пространство и время Быть соединенным со вселенской жизнью Это и есть творческая энергия его По-моему, Цвей сказал, что Театр – это то место, где толпа становится народом А сейчас Наши зрелищные предприятия Это то место, где из народа делают толпу Сам Виктор Николаевич предельно сдержан Личная жизнь и жизнь его семьи Табу для посторонних глаз Его дом, его внутренний мир, его крепость Биографические данные Сергачева подробностями не изобилуют Родился в 34-м на монгольской границе На станции Борзе, недалеко от Читы Отец был строителем Семья вместе с главою безропотно тянула Очередную советско-дружественную магистраль В 56-м окончил школу-студию МХАТ Начинал в Центральном театре Советской Армии С 57-го актер и режиссер-современника В 71-м вошел в труппу МХАТа имени Горького С 89-го этот театр носит имя Антона Павловича Чехова Большой кинематограф стал неотъемлемой частью жизни Виктора Николаевича в 62-м Сегодня у Сергачева более 200 только киноролей Я еду во дворец! Действуйте! Господин Веневентура! Здравствуйте! Доброе утро! Куда ты смотришь, капитан? Подвал! Подвал! Подвал, я говорю! Вы мне ответите за эту куклу! Шти-шти! Солдафун! Об актерской стезе Витя Сергачев в детстве не думал Хотел быть биологом Мечтал из одного колоса вырастить много хлеба, чтобы накормить голодную страну Но жизнь рассудила иначе В происхождении Виктора Николаевича есть некая тайна Сам он называет ее версией Дело в том, что у него две метрики На них разные даты рождения Он не единожды спрашивал у своей мамы, почему так получилось и какая из них верна Кроме того, Виктор не похож ни на кого из своих родных Однажды мама обмолвилась Ты в Саватеевых Такой фамилии он не знал Прошли годы Виктор Николаевич оказался на гастролях в Улан-Баторе И вдруг на русском кладбище увидел каменную плиту, а на ней надпись «Есаул Саватеев зверски замучен красными комиссарами» Тогда вспыхнула догадка Возможно, он был усыновлен И люди, которых он считал своими родителями, которых любил и чтит память о них Не были ему родными по крови Видимо, тогда, в жестокие 30-е, они спасли ребенка И тем самым подарили России прекрасного артиста Виктора Николаевича Сергачева Вся жизнь этого ярко-скромного человека Это бесконечные образы и роли Это километры киноэкспедиций и мезонсценических дорог Это бессонные ночи Это вечный поиск того главного, что должно стать стержнем его персонажа Это абсолютная безжалостность к себе и творческое бесстрашие Наверное, таким и должен быть настоящий художник Природа творческая Она неподкупна И художник, он ее может и хочет продать, но он не может Если он все-таки разрешает себе продать ее Ну, тогда его ждет процветание Бытовое, житейское, но крушение его творчества Читайте Гоголя портрет Он этому и посвящен Говорят, актер, это навсегда Профессия властно делает тебя А ты одушевляешь ее Своими переживаниями, мыслями, током своей крови Единожды начав, ты уже никогда не сможешь избавиться От ставших реальными для тебя образами От поиска единственной верной краски Единственного верного пластического решения роли Ведь со своим героем ты остаешься один на один Выносите, родимые, озолочу Собственно, эти же чувства испытывает и художник Есть холст, есть краски, есть модель Она тоже реальна Но происходит некая ее трансформация Уже внутри тебя И ты сам становишься другим Как и тот, чей образ ты создаешь Кого в этот миг пишешь Молодым человеком я был довольно чувствительным Плакал над книгой В кино, в театре А вот живопись Не воздействовала на меня так Однажды я даже в Третьяковской галерее Экскурсоводу спросил, в чем дело Экскурсовод мне сказал Ну, это индивидуально Ошеломляющее открытие Третьяковки Пришло к Сергачеву с полотнами Серова Валентин Александрович Серов Русский живописец-портретист Родился в 1865 году Прожил до обидного короткую жизнь Всего 46 лет Его отцом был замечательный русский композитор И музыкальный критик Александр Николаевич Серов Сына любил безгранично Но слишком рано ушел из жизни Тоши, так нежно его звали в семье Едва исполнилось 6 лет Тогда мальчик еще не осознавал Что впереди его ждут годы одиночества Мать Валентина Семеновна была женщиной властной Скупой на проявления материнских чувств Превыше всего почитала музыку И была увлечена исключительно карьерой Она оставила маленького Антошу На попечении близких знакомых И уехала в Германию Изучать композицию Лишь через два года Мальчик вновь увидел мать Его привезли к ней в Мюнхен Но и здесь Он так и остался Одиноким ребенком Весь его мир Был сконцентрирован На тонком кончике карандашного грифеля Его первым учителем Стал малоизвестный мастер Афорте Кеппинг Яркий, самобытный, живописный талант сына Все-таки заставил Валентину Семеновну Пересмотреть свои музыкальные планы И она повезла его в Париж К Репину Так встретились на легендарном Монмартре Мекки французских художников новой волны Девятилетний Тоша Серов И тридцатилетний, уже знаменитый Илья Ефимович Две легенды Русской живописной школы В 1875-м Мальчик вернулся в Россию И буквально захлебнулся От ее родных животворных красок Он писал, как дышал Его бьющая через край Одаренность была очевидна В 15 лет Серова приняли в Петербургскую академию Беспрецедентный факт В академии Серов прошел класс Павла Чистякова Предельно жесткого педагога Ученики-то котята, брошенные в воду Любил повторять Павел Петрович Кто потонет, а кто и выплывет Кто выплывет, живуч будет Серова казался не просто живуч Он поплыл сразу Причем своим собственным неповторимым стилем Рисунок, колорит, композиция Блестящее владение разными техниками Акварель, графика, темпера, масляная живопись Пережил увлечение французским импрессионизмом Позднее просто влюбился в модерн Участвовал в выставках передвижников Объединение мир искусства Союза русских художников Мюнхенской группы Сецессион Создал московскую живописную школу Подарил свет своих знаний и таланта Ученикам Сарьян, Петров-Водкин, Юон Каждый пошел своей дорогой Разные стили, манеры, художественный почерк Но везде Отцвет духовной свечи учителя Валентина Александровича Серова Вот сейчас, вы посмотрите Нет ведь больших художников, больших писателей Они еще были в 60-е годы Сейчас их нет, во всем мире нет Что происходит? Мир творчества – это особый мир Мир титанического труда Полного самоотречения Безграничного служения вечному искусству И своему народу Таким творцом был Валентин Серов Уже приобретя известность Став придворным портретистом Обласканный властями И почитаемый собратьями по кисти и холсту Серов был сдержан И непритязателен в быту Близких поражал аскетизм Валентина Александровича Колоссальная работоспособность Его требовательность к себе И необычайно чуткое отношение к друзьям Еще в академических стенах Родилась дружба длиною в жизнь Михаил Врубель, Владимир Дервис, Валентин Серов Их стали называть акварельным трио Каждую субботу друзья направлялись На тихую московскую улочку Тогда она носила название Кирочная Перед ними распахивал свои двери Гостеприимный дом родственников Серовых Симоновичей Песни, стихи, рисунки И музыка Шопена Двоюродная сестра Валентина Серова Маша станет одним из самых близких Для него людей Именно она вдохновит художника На дивной чистоты камерный портрет Портрет девушки, освещенной солнцем Эту работу до конца своих дней Валентин Александрович Будет считать своим лучшим творением Это может быть высшее предназначение человека Так Бог ему завещал Оставить после себя Нечто радостное для людей Вот ведь в чем дело И поэтому такая трудная И несладкая жизнь У многих и многих художников Кисть Серова беспристрастно обнажала Затаенную сущность моделей Как бы искусно персонажи не старались Скрыть свое истинное я Свои работы художник Всегда воспринимал очень личностно Как часто в его письмах Мелькает фраза отчаяния Портрет опять не слушается Вечная история Серов был востребован Заказы шли сплошным потоком В том числе и от царской семьи При этом художника бесконечно давили долги Это была кабала ответственного таланта Кабала до самой смерти Но художник не побоялся рано покинуть Удушливые академические стены Не отошел от правды жизни Одной только славы не искал Не почитал превыше всего Земные блага и богатства Работал безудержно Писал кропотливо и мучительно Иногда по 90 сеансов Путешествовал Кормил семью Искал свой собственный путь Ненавидел пошлость Несправедливость И любые формы насилия Естественно не все принимали Творческие искания Валентина Александровича однозначно Так старый маститый художник-академист Владимир Маковский Пришел буквально в ярость От того, что сам Третьяков Купил у молодого Серова Ту самую девушку Освещенную солнцем Казалось, Серов хулы не слышал И только близкие знали Как глубоко ранили его обнаженную душу Такие оценки Душа вообще мешает жить Не духовность даже А душа Потому что она противоречит Практическим интересам Она мешает Ни Сергачеву, ни Серова Душа никогда не мешала жить Ибо практические интересы Меркли перед главным Созидать для народа И служить славе Отечества Серов работал бесконечно Торопился Как будто знал о краткости Своего земного бытия Когда приступ болезни Свалил Валентина Александровича И юристы стали составлять его завещание Они были потрясены Кроме красок, кистей До жалований за текущий месяц В училище живописи Семье художник Не мог оставить ничего При этом его далеко не богатый дом Был всегда открыт Для нищих собратьев Здесь кормили Поддерживали советом И не давали угаснуть Творческой искре Серов никогда не считал себя Великим живописцем Часто безжалостно вырывал листы С неугодившими ему рисунками И швырял их прямо на мостовую Ему говорили Вы бросаете кредитные билеты В ответ звучало Знаете, есть такой табак Выше среднего Вот я такой табак Не больше Наступил ноябрь 1911 Игорь Эммануилович Грабарь Будущий глава Третьяковки И первый биограф Серова Пригласил Валентина Александровича В галерею Он хотел показать мастеру Его новую экспозицию Серов медленно ходил вдоль стен Затем остановился Долго стоял молча И вдруг произнес Написал вот эту вещь А потом всю жизнь Сколько не пыжился Ничего уж не вышло Тут весь выдохся Почти четверть века Отделяли тот унылый осенний день От звонкого июньского полдня Когда на холст Легли первые легкие штрихи Теперь на Серова смотрела С портрета Его собственная юность Полную надежд Грядущих открытий и дерзаний Юность Ставшая Вечной Отлетел ледяными ветрами Неприютный ноябрь Вместе с ним Отлетела И светлая душа Валентина Александровича Серова Новатора Труженика Великого русского Живописца Несколько лет назад У Сергачева был Очень тяжелый период Казалось, что нет Никакого просвета Но однажды В одной из русских деревень Судьба свела его С удивительным человеком Это была Очень пожилая женщина Она пригласила Виктора Николаевича В дом Внимательный взгляд Свеча, протянутая Хозяйкой Спички, вложенные В руку И ощущение смятения Когда старушка Прикрыла ставни И тут же спросила Помнишь, где дверь? Он растерялся Тогда она Попросила зажечь Свечу Я зажег Она говорит Вон, видишь, где дверь Вижу Говорит Вот нужно Свечку внутри иметь Мы все живем В потемках То чувство Невероятного облегчения Сергачев Помнит до сих пор И считает Что люди Наполненные Духовным светом Освещают нам Обыденность жизни Что именно они Способны Открыть нам И вот в зале Серова Вот это со мной Произошло Глядя на его Портреты Ну вот на эту Картину Этой девушки Девушка Освещенное солнце Холст Масло Июнь 1888 Домотканово Тверская губерния Имение Симоновичей Модель Машенька Мария Яковлевна Львова Симонович Вышла замуж За врача Эмигрировала Встретила фашистскую Окупацию В сердце Франции В Париже Ждала расстрела И не могла понять Почему Россия Не приходит К своим собратьям По крови На помощь Долгие 60 лет Хранила у себя Мария Львова Как самое дорогое Письма и рисунки Друга юности Хранила как Святую память О родине О светлых днях О безмятежном счастье О хрустальной хрупкости Музыки Шопена За несколько недель До Второй мировой войны Будто предчувствуя Неминуемую беду И желая Сохранить для Отечества Святые реликвии Мария Львова Отослала Из Парижа В адрес Третьяковской галереи Бесценный дар Письма И рисунки Серова Мария Яковлевна Надолго Пережила Свою юношескую любовь Она скончалась в Париже В 1955-м Ей было 90 лет И до последнего вздоха Она считала, что Господь Одарил ее величайшим счастьем Счастьем сопричастности С уникальной личностью Гениальным художником И светлым человеком Он какой-то очень простой художник Вот в чем дело У него нет никакого такого, как это сказать Самовыражения, как сейчас говорят Это в чистом виде Его грусть или любовь И она зафиксирована И запечатлена на полотне Подобно Валентину Серову Виктору Сергачеву претят пустословие Поверхностность И внешняя броскость Его путь в искусстве Это самоуглубленный труд Труд ученого препаратора Что слой за слоем Срезает наносные характеристики Докапываясь до сути Побудительных мотивов героя Портрет Образ Характер Самое сложное в искусстве Господа, это невероятно Заводчик Ситников совсем взорвался Полторы тысячи взял за лошадь Разбойник Да еще имя какое глупое Пегас Сергачев мастер ролей второго плана Его персонаж может быть отвратительным Несчастным Жалким Но однажды Мы вдруг перестаем следить за перипетиями Взаимоотношениях главных героев Нас неотвратимо начинает привлекать Почти бессловесная фигура В глубине сцены Еще Гоголева говорила Научись молчать так Чтобы тебя слышал Райок Сергачева Райок слышит всегда Его кисть Его палитра Неожиданная пластика Взгляд оценка Умение молчать, как кричать Ибо пишет он портреты своих персонажей С собственным сердцем Проживая их Выбаливая Но актер Сергачев способен Взглянуть на свой персонаж Под неожиданным углом Гротеск Абсурд Высший пилотаж профессионализма Таким инструментом в актерском мире Владеют лишь единицы И лишь единицы сегодня В состоянии противостоять тому Что сам Виктор Николаевич Называет эпохой нигилизма Глобальный нигилизм Шагает по планете Идет бездумное отрицание Святых, неизыблемых постулатов Но, как говорил еще Кант Только две вещи в мире Достойны нашего подлинного Изумление Звездное небо над нами И нравственный закон Внутри нас По мнению Сергачева Баррикады на пути нигилизма Могут воздвигнуть Только личности просвещенной Интеллигенции Именно она Исторически была носителем Духовных ценностей Того самого нравственного закона Внутри нас В английской энциклопедии Отдельно напечатано Что такое русская интеллигенция Это люди Мало того, что они интеллигентные Связанные с народом И беспокоящиеся за народ Понимаете? Это же не просто образованные люди Это люди просвещенные Мир без начала и конца Нас всех подстерегает случай Над нами сумрак неминучий Или ясность Божьего лица Но ты, художник, твердо веруй В начало и концы Ты знай, где стерегут нас Ад и рай Тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты Твой взгляд да будет тверд и ясен Сотри случайные черты И ты увидишь Мир прекрасен Познай, где свет Поймешь, где тьма Пускай же все течет неспешно Что в мире свято Что в нем грешно Сквозь жар души Сквозь хлад ума Художник и время Мастер и модель Живописец и артист Серов и Сергачев Две судьбы Две личности Два творца Смелое и самоотверженное служение Эстафета души Переданная через годы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok